Как говорится, талант в землю не зароешь. Герой нашего сюжета, инвалид с детства Сергей Оксарин, живет в Вензелинском психоневрологическом интернате. Его никто и никогда не учил рисовать, но однажды он попросил сотрудников интерната дать ему карандаши и бумагу. Что из этого получилось, увидели наши корреспонденты. У Сергея Оксарина с детства тяжелый недуг, тело не слушается. Но когда он берет в руки карандаш, все меняется. Рисунки получаются точно как на картинке. Сегодня художник-самоучка срисовывает иллюстрацию со школьного учебника. Всегда рядом Женя, подруга Сергея, сиделка и восхищенная поклонница. Мне нравится, как он рисует. Он дом нарисовал красивый, большой такой. Мне вот это вот понравилось. Он дом большой нарисовал. Картины и наброски парализованного художника часто увозят в качестве сувенира гостей психоневрологического интерната. Социальный работник Светлана поясняет. Многим кажется чудом, что человек с таким недугом может рисовать. Технику и стиль Сергей выбирает по настроению. Акварель или фломастеры, или витражные краски, или карандаш. Даже ластиком не пользуется. Удивительно, как непослушная рука выводит точные линии. Этот секрет Сергей открыть не может. Просто потому, что не говорит. Сам по себе человек – это общительный, жизнерадостный. Он всегда улыбается, когда мимо проходишь. Заходишь к нему в комнату, он гостеприимен, показывает свои рисунки. Сюжеты для своих картин Сергей сам не придумывает. Может быть, потому, что почти всю жизнь провел в интернатах. И в свои 40 мало что видел. Разве что прогулки во дворе, да вот такие визиты. Соседи ходят друг к другу в гости. Преданная Женя сопровождает Сергея повсюду. Сама захотела за ним ухаживать. У него руки-то не работают. Кормлю его, пою его, Сергей сама. Сама того не зная, Женя стала музой и ангелом-хранителем своего друга. Все последние работы – светлые и радостные. Сотрудники интерната бережно хранят. Когда наберется побольше, обещают открыть персональную выставку. Анастасия Косымова, Дмитрий Кондратенко, Сибинформбюро.